Так, вроде бы, вроде бы связь установлена. Сейчас будем ждать, пока первые зрители подтянутся. Я пока немножко пошумлю на коне. Поставлю сковородку разогреваться. Так, доставлю это, это, это. Сейчас за мукой слетаю, секундочку. Ой, лево, 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 ага. Так, опа, это что такое? О, листик. Так, да, поближе телефон поставлю, чтобы сообщение читать. Привет Краснодару! О, уже есть первые зрители. Сейчас влезу в свой чат, чтобы не прыгать к экрану каждые пять секунд. И, пожалуйста, все, кто подсоединился, напишите, как меня видно и, самое главное, как меня слышно. Добрый вечер, Ксения, все хорошо, настроение немножко в хаосе, но не предновогоднем, а обычным, таком дежурном. А, сейчас я уберу этот звук. Привет, Карина, привет, Тамбасу, вас тоже с наступающим. Так, все хорошо, да, вроде бы, видно и слышно. Но я с другого своего телефона влезла сегодня в эфир. Да я вот тоже на свою картинку смотрю, вроде видно, слышно нормально. Ну-ка, да, 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 не, ну картинка тоже очень качественная. Так что... Э, Зизинь! Так, теперь у меня будет челлендж. Сделай оладьи, тесто для оладьей и не о зверей. Сейчас я вас накормлю. О, идите. Траглотиты. Так, у меня далеко не предновогодняя готовка, просто сегодня утром мы с сыном открыли холодильник, и кроме кастрюли с лобиевым супом в этом холодильнике не было ничего. А, еще корень имбиря был. И, короче, в срочном порядке я выскочила отовариваться. Вы только посмотрите, в каком состоянии мой стол сейчас. Такой лирический беспорядок. Я даже могу немножечко... Если меня будет опять-таки хорошо слышно... Вот так отойти, да? Вроде нормально, да? Подождите, а если этот штатив поднять немножечко повыше и опустить его немножечко вниз? Вот так. Тогда, наверное, буду видна и я, и стол. Не, я буду с обрезанной башкой, так что немножечко вот так. Так, вот так вот сделаем. Так скажем, что я здесь не кулинарию так, что прям я не знаю, какие вещи готовлю, так что... Так, немножко водичку с этого молотова не солью. Значит, на повестке дня, вернее уже вечера, решила сделать картофельный оладьев, но не совсем обычный. Я в этот раз решила не натирать картошку на терке, или делать пюре, потом превращать его в тесто. Я решила сделать оладьи, которым у меня еще моя бабушка научила, и я в какой-то период времени очень часто их готовила. Значит, картошку. Здесь у меня 4 средние картошечки. Необходимо отварить, но не так, чтобы они были разварены, а чуть над сыром. Порезать на не очень тонкие такие кружочки. Посолить, припорошить паприкой. Причем я сегодня купила и сладкую, и острую, и просто в посудке своей перемешала. Ну, такая остренькая прям чувствуется. То есть в тесто я уже буду поменьше класть. И это у меня уже остыло. Будет здесь уже стоять. Сейчас я отсюда все эти пакеты беру в холодильник. Они мне сейчас не нужны, но зато мне нужно пару гейтс. Вот. И сейчас я буду готовить такое неплотное тесто, чтобы обмакивать, вернее бросать в него эти кружочки и уже на сковородку. Так, вопросы. Как у вас с ногтями? С ногтями у меня только-только начала история восстанавливаться. Я после того, как начала пользоваться дипсами, как-то они у меня легче снимаются. С ними мне работать легче. Ноготь меньше травмируется. И, короче, у меня не то, что гелевые дипсы. Я делаю, опять-таки, наращивание, но на формы, вернее, да. Так, и под формой ноготь уже начал постепенно зарастать. Конечно, они еще очень-очень тоненькие, хрупкие, но, во всяком случае, анихолизис зарастает, что не может не радовать. Кстати, напишите, как меня слышно вот с такого вот, с такой дистанции, с такого расстояния. Зизи не то, что откликается на свое имя. Кстати, вот оно сидит. Зизоид. Он очень любит сидеть, я, кстати, заметила, и наблюдать, как я на кухне работаю. Он обожает смотреть, как мы посуду моем, когда я что-то делаю. Вот он садится рядом, тихенько, как уточка, и даже спит на стиралке. Ну, в принципе, так откликается. Да, бывает, особенно, когда понимает, что его пожрать зовут. Звук отличный. Угу, отлично. Чем вы себя порадовали на Новый год? Ну, пока что особо ничем. Даже не знаю. Настолько... А, ну, в принципе, порадовала я себя, ну, не совсем на Новый год, но, в общем, в целом смогла добиться своего и купила себе обучение дальнейшей плянографики. Это, в принципе, для меня большое достижение. Я к этому шла, очень долго шла, и я действительно испытываю невероятное счастье от того, что я смогла наконец-то добиться своего. Кстати сказать, можете считать меня папуасом, но я никогда в жизни не пользовалась вот этой вот фигнёй для взбивания теста. И сегодня я вот купила себе такую, решила с розовой ручкой, всё как у девочек заведено. И попробую изобразить тут что-нибудь вот так. Шедевр. Так. Значит, у меня здесь полная банка в азоне. Можно, наверное, и кефир взять, я так полагаю. Пару яиц. Когда слышу корень имбиря, сразу в голову идут мужские пальцы на ногах. Ассоциация в жизни, суди, строго, привет. Да, бывают такие пальцы на ногах, что вам не горюй. Так. Итак, кулинар внутри меня возрадовался, потому что, слушайте, какая классная вещь. Женщине 42 года, она радуется венчику для взбивания теста. Умейте довольствоваться малым. А у меня ещё здесь от этикетки клей липнет к пальцам. Я думала, я его отмыла, когда... А, мне его. Ну-ка. Да. Приветствую. Звук отличный. Как вкусно, прямо чувствую. Ну, там, где есть... Сейчас здесь будет целый полный пучок разной зелени. Здесь будет чеснок. Немножечко лука, по-моему, нет. Нет, лука здесь не будет, но здесь будет чеснок. Короче, будет очень вкусно. А, и немножечко сырый я попробую в тесто. Так будет очень здорово. Блин, ну... Это ж надо было этикетку так налепить на товар, что она с него не слазит. Дома холодно, если в свитере. Дома у нас сейчас 15-16 градусов. Сегодня очень тепло на улице. Я в пальто вышла и вообще не замёрзла. Где-то градусов 8, наверное, было уж точно. Да шо ж такое? Зараза какая. Где ж ты был всю мою жизнь? А почему? Я всегда на это смотрела, думала, ну что за фигня? Но оказывается, нет. Ты мой дорогой. Теперь я буду всё тобой умешать, даже чай. Вот чё человеку для счастья надо, да? Так, подождите. Теперь сюда идут специи. Всё, на глаз. Берём паприку с острым красным перцем. Так что да, дома у нас холодно. И мы утепляемся как можем. Потому что прогреть нашу квартиру – это просто физически невозможно. То есть весь свой доход я буду спускать на коммунальную оплату. А ну-ка, вон отсюда. Вот. Поэтому мы просто тепло одеваемся. Мили! Мили! А ну-ка, пошёл в кубон. Началось. Челлендж. Не урони телефон. Мили! А ну-ка, пошёл вон. Я извиняюсь. Это у нас дома весь день так. Дальше идёт вход к хмели-сунели. Сейчас. Ну, тоже где-то, наверное, чайную ложку, что ли. Так. А я сейчас это всё буду походу убирать. Это сгревать стол. Ненавижу забитый стол. Так. Сюда идёт немножечко чёрного перчика для аромата. Угу. Так. Да. Надо посолить. Надо посолить. Потом итоговое тесто я по-любому попробую. Во что оно превратилось. Так. Мама поживает хорошо, и мы с ней договорились. Кстати, что во вторник днём она зайдёт к нам домой, и мы сделаем совместный эфир. Так что мы подумали, что, в принципе, эта неделя вся такая праздничная, и уже люди, наверное, не все на работу ходят или как-то. Ну, короче, а кто не сможет поучаствовать, то уже в записи сможете посмотреть. Я все свои эфиры в обязательном порядке всегда записываю. Вернее, ну, сохраняю, да? Дальше. Идёт сюда сода. Что он нам пишет? Я ошиблась, или тебе нравится шоколад с мятой? Я умираю из-за шоколада с мятой. Это мой фетиш. Видишь, никто дома его не любит, все нос воротит. Но я для себя покупаю. Я, например, у меня такого нету, что если дома кто-то что-то не ест, значит, я себя обделяю. Ничего подобного. Мне нравится, я себе покупаю. Как говорится, мне больше достанется. Ай! Это что такое? Значит, сюда соду гасим немножечко яблочным уксусом для пышности. Даже можно чуть-чуть еще капнуть. Так, всё, соду с уксусом можно убрать. Так, так, так. Дальше размешиваем. Венчик огонь. Слушайте, не, я просто реально, вот, кто со мной пообщается, я человек-парадокс. 42 года, чтобы человек радовался венчику. Это, короче. Квартира у вас классная во все времена, исключая зиму. Ничего нельзя сделать, газовый котел, отопление. Мы приглашали сюда специалистов именно по газовому отоплению и так далее. Но нам оценили это буквально в несколько тысяч долларов. Во-первых, надо будет, поскольку квартира огромная, эту плиту обогревающую, то есть ты не можешь, например, мама моей, квартира небольшая, и у неё плита стоит по центру, и тепло её расходится и на кухню, и в спальню, и в столовую. То есть там всё очень сжато, компактно. У нас квартира 120 квадратных метров. Комната, 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 комната. То есть, во-первых, тут надо больше одной плиты, даже неизвестно сколько. Во-вторых, вот такие дыры надо будет делать в стенах, чтобы трубы проводить через весь дом. То есть, вы представляете, в какое Г превратится квартира. В маленьких квартирах это всё очень легко решается. У нас трубы должны тянуться через всю квартиру, чтобы как-то вот этим газом отопить. И потом, понимаете, когда у тебя почти 4 метра потолок, кто физику хорошо в школе учил, знает, что тёплый воздух поднимается куда? К соседям. То есть я буду вот так обогревать ноги своим соседям, а не себе. Поэтому всё холодное останется внизу, там, где я обитаю. Поэтому уже сколько лет подряд мы так живём, я привыкла, сын привык. Конечно, это дискомфорт. Ложиться спать – это челлендж, потому что надо умудриться запрыгнуть в постель, раздеться, пока не сдохнешь. Но мы привыкли, поверьте. И в свитере даже очень уютно дома зимой ходить. Так, скажите, пожалуйста, а может быть аллергия на гель-лаки? Сделала в салоне первый раз в жизни покрытие на одной руке, чешутся пальцы под ногтями, один прямо красный. Бегите снимать! Просто мой вам опыт человека, у которого амихолизис на всех 10 пальцах был. И у меня был, я так подозреваю, конкретно термический ожог и очень неправильное любительское снимание покрытия, снятие покрытия. Потом это я, ну, руку набила и так далее, всё круто. Но поначалу я сама себе устроила радость. И да, некоторые фирмы гель-лаков имеют аллергический компонент. И поэтому те симптомы, которые вы сейчас мне описали, они далеко не есть хорошие. Не являются хорошими. Бегите, снимайте, пока ожог не проник. Вот эта аллергия плюс с ожогом не проникла глубоко и не началась обслойка ногтя от ногтевого ложа. Мой вам совет человека, который с этой проблемой с прошлого июля. Прошлого. Так что будьте очень бдительны и осторожны. Так, у меня здесь вот такой вот длинный лук. У меня здесь как раз посудка от Мадонии осталась. Я её не выбросила, чтобы весь мусор туда срезать. Купила, себя порадовала. Вот знаете, мелкая радость. Но как она мне нравится. Такую маленькую досочку для мелкой работы. Вот с такими очаровательными овощами. Вот говорите, чем ты себя радуешь? Вот такими вещами. Реально, мне в кайф. Я, например, вот честно вам скажу, я бы никогда не обрадовалась бы какой-то дизайнерской сумке, не знаю, каким-то таким вещам. Настолько я безразлична к этому ко всему. Просто вот, да. Есть люди, для которых это приоритетно. Я всегда радуюсь какими-то вот такими вот незначительными приобретениями. Так, я думаю, часть лука можно оставить на утренную речницу, а часть лука можно уже в тесто. Причем, знаете что? В принципе, в это тесто подойдет любая зелень, но весь секрет этого рецепта в том, вернее, вот этого теста для оладьи в том, чтобы здесь было очень много зелени. А уже какое, решайте сами. Вот я сейчас очень меленькими такими колечками нарежу вот этот вот лучок. Так, посмотрим, что вы тут пишете. Понимаете, для того, чтобы делать теплый пол, это значит, надо влезть в страшнейший ремонт, убирать паркет. Это безумно дорогое удовольствие. У меня пока ни финансовых возможностей, ни других. С тремя котами такие мероприятия задевать, плюс еще и финансово, это для меня неподъемно. Поэтому, вы знаете, я никогда, ну поскольку, понимаете, я в принципе блокадное дитя. Все мое самое сладкое детство, вот самые сладкие и красивые годы моего детства, они пришлись на войну, блокаду, голод, холод, лишения. И меня, в принципе, бытовым дискомфортом напугать невозможно. Я привыкла ко всему. И пока что на данный момент так, потом посмотрим, как будет ситуация развиваться. Поэтому я ни из чего не делаю трагедию, куем железо по мере этого са. Вот видите, у меня вот такой вот пучок зелени, тут и базилик есть, тут есть петрушка, кинза, укроп. Короче, чем больше, тем лучше. О, все, вот это уже можно. Хотя у меня сюда еще мусор поместится. Сейчас, извините, я быстренько это промою. У меня, поскольку большая доска картошкой занята, приходится уже мыкаться на этой маленькой. Так, секундочку, сейчас я поедлюсь в кадре. Ага, Милли тут под столом сидит на табуретке и бдит. Любишь смотреть, что, где, когда? Любила в детстве. Сейчас абсолютно безразлично к таким передачам. Что-то они меня не цепляют. Если мне нужны какие-то интересные интеллектуальные вещи, я их сама нахожу на юфюбе, смотрю. Но вот такие вот какие-то шоу, ответы на вопросы, вот вообще не цепляют. Одна таблетка таблигила решит эту проблему. Не обманывайте себя. Одна таблетка таблигила снимет симптом, но не синдром. Не забывайте, что есть моменты, которые надо резко купировать и лечить. Это не просто какая-то там головная или, допустим, менструальная боль. Ты выпил таблеточку, тебе полегчало. И, в принципе, ты знаешь, что все окей. С такими вещами шутить нельзя. И о нихолизис, уж поверьте мне, пострадавший, это страшная вещь. Есть, конечно же, гипоаллергенные гель-лаки. Они продаются. Можно к мастеру своим пойти со своим набором лаков. Просто пойдите в магазин и у продавца-консультанта попросите, чтобы вам там базу, топ, сам цвет показали бы вот в гипоаллергенном варианте. Договоритесь со своим мастером. Или, может, у вашего мастера есть такие лаки. Кто ж его знает. Поэтому, нет, с этим шутить нельзя. Табэгилл, да, надо выпить, чтобы купировать неприятные ощущения, но только вот на первых порах. Дальше нужно реально это как-то решать. Сегодня у католиков сочельник. Да, я знаю, у меня подружка в Германии. И мы с ней с утра сегодня на связи. Ну, что я подарю домочадцам, я сейчас сказать не могу. Вдруг они смотрят на этот эфир, а то подарок получится противный. Уже сюрприза не будет. Но скажу так, что все, что я своей семье, членам своей семьи, подарю на Новый год, я все заказывала свадьберис. И все вовремя дошло, слабо. Короче, ремонт на Рубене, когда вырастет. Ну, посмотрим. У меня аллергия на лапу, которая сушит ногти. Все пальцы чешутся и волдыри на коже. Вот у меня было то же самое. У меня месяцами кожа вокруг пальца вот так вот слизала, волдыри были. И ни один мой маникюр не проходил без пантенола, каких-то других антиожоговых кремов. Это был просто какой-то кошмар. И сейчас вот я совершенно случайно приноровилась. И вот с этими гелевыми типсами я практически перестала пилить ногти сами. И, в общем, короче, у меня вот история начала улучшаться. А печь в лампе может по двум причинам. Либо действительно аллергическая реакция на материал, либо вам мастер, или если вы сами себе это делаете, сделал пропил, хватанул лишний слой ногтевой пластины, уже вашей, и покрыв базой, особенно каучуковые базы, горят жутко, жгут. И вот в этой лампе получился эффект ожога, которого при правильном апелле не должно быть. Так, потому что когда была молоденькая, как праздновала дни рождения? Ну, молоденькая, понятие относительное. Есть, когда я была ребенком, именно вот школьницей ребенком, ну, к нам приходили дети родственников, которые были моими сверстниками. Так получилось, что и моя мама, и дочки наших родственников, близких, одновременно вышли замуж, и все одновременно подорожали. Так скажу, что я самая старшая. Дальше пошли вот полгода спустя, год спустя, после меня, ну, в общем, все сверстники были. Ну, приходили, как в советское время, день рождения. Все взрослые дети вместе, за одним столом, кушали там, и все. Потом мы шли в комнату там, играли, потом нас звали свечки на торте, тушить их. Собственно, стандартная картина. Когда я уже была студенткой, то дни рождения у меня были намного более интересные, ну, потому что тогда я его праздновала уже со студенческой компанией, со своим первым мужем, с его друзьями. У нас, в принципе, была такая хорошая дружеская компания, и, в принципе, тоже было очень здорово, прикольно. В Аргентине, кстати, мне особо запомнилось мое 30-летие. 30-летие я отмечала уже в Аргентине. Значит, мы его отмечали в Hard Rock Cafe. Это была моя такая мечта. Вот. Ну, и потом уже, когда мы сюда вернулись, там, с друзьями где-то в кафе, в ресторане, отдельно с семьей. Сейчас я, например, больше предпочитаю в свой день рождения куда-то погулять пойти, наедине с собой побыть. Примерно что-то такое. Это что? А, что-то мне там сообщение будет пришло. Так. Ты всю жизнь живешь с черными волосами. Поменять цвет не думала. Я тоже всю жизнь ходила темной, но седина решила за меня. Теперь я блондин. Очень даже круто для женщин из-за 40. Честно говоря, я с большой настороженностью отношусь к светлым волосам. Да, я всю жизнь от рождения черноволоса и посидев тоже черной краской, крашу волосы. Честно говоря, вот после того, как я немножечко поэкспериментировала вот с этим приложением PhotoLab, я думаю, все мои зрители видели мои вот такие красивые фотографии, обработанные, да, в этой программе, там были некоторые варианты, которые меня делали там шатенкой. Ну, блондинкой нет, но вот шатенкой и так далее. В принципе, мне понравился результат, но я как-то себя не воспринимаю с такими волосами. Может быть, придет момент, когда я разозлюсь и покрашусь, чисто даже для эксперимента просто. Пока что этот момент не настал. Ну, учитывая мою переменчивую натуру в очень многих вещах, может быть, что-то такое забацю. Просто мне, честно говоря, очень выгодно сумки. Я, во-первых, сама себя крашу. Раз, 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 раз. Покрасилась, помыла голову и все. Сейчас я, кстати, немножечко жду, чтобы буквально впритык перед Новым годом волосы покрасить, чтобы уже быть свежей. Потому что у меня 31 декабря туристы есть. Хочется. Может быть, даже я в тур выйду с такой красной шапочкой Деда Мороза, что-нибудь такое веселое, да? Чтобы и людям приятно было или мне самой весело. Так, все. Я думаю, это уже можно выбрасывать вместе с этим. Экономия места в бедре. Все. Супер. Сейчас этот чесночок помою и эту ложку тоже. Ну, секундочку. Сними отдельно рецепт этих оладушек. Ой. Ну, хорошо, сниму. Хотя я не могу вспомнить. Ну, что у меня есть? Хотя я что-то его не замечала. Короче, сейчас вы посмотрите три больших зубчика я люблю очень. Чеснок. Эти оладьи очень любят чеснок. Так, сейчас я верну все-таки сковородку на огонь. Это такие они. Чирпикантные. Причем очень вкусные. В борту приятно ощущать. Вот эта картошечка внутри. А снаружи вот это пряное тесто такое. Сегодня приготовлю оливье. Молодец. И тирамису, но с лимоном. С лимоном? А я еще не раз такое не пробовала. Муж сказал, что он подарок ему наша дочка. Подарок нам всю жизнь. Ну, на самом деле, да. Потому что тот вклад, который женщина своим материнством вносит в семью, он неоценим. Безусловно. Это действительно подарок не только мужу, но и бабушкам, дедушкам с обеих сторон. Почему бы и нет? Ты интроверт или экстраверт? Вы знаете, все по настроению. Но в основном интроверт. Хотя, вот я бы как-то скажу так. Я очень люблю вращаться в обществе. Люблю быть в центре внимания. Если бы, в принципе, не любила, гидом бы не смогла работать. Мне нравится внимание людей, восторженные взгляды, заинтересована, когда люди за мной следуют. Так вот это восхищенное. Мне это нравится. Ну и плюс еще, конечно, и блогером бы тоже не стало. Но большую часть своей жизни я провожу наедине с собой. Мне нравится посидеть, что-то поповырять, чтобы никто не отвлекал разговорами. Вот в домашней атмосфере я интроверт. Я не люблю в домашних условиях разговаривать, общаться, что-то там обсуждать, бытовое или какое. Вот это как бы не совсем мое. Так. Несколько дней назад купила тебе плитку шоколада с мятой. Надо обязательно встретиться, Оля. Спасибо большое. Подожди, ты уже здесь? Легко удалось решение вернуться окончательно в Армению. Нет, решение было очень тяжелым. Потому что на тот момент у меня не было намерений разводиться. Я все еще надеялась, что как-то что-то дальше здесь получится и так далее. Но ты не можешь заставлять человека полностью менять свою жизнь, как-то и так далее. Ну, потом уже и чувства охладели, и к чему-то возвращаться уже не хотелось. Хотелось заново жизнь начинать. Но, конечно, решение давалось очень тяжело поначалу. Но потом жизнь как-то полилась, потекла своим руслом. И есть как есть. Мне 36 лет, нет белых волос. Так рада, хоть в чем-то повезло. Ну, да, потому что в 36 лет вообще без белых волос это достаточная редкость. Я начала краситься в 23-24 года, потому что у меня половина головы уже была седая. Я помню, рассказывала в своих видео, что мне студентки мои намекнули, сказали, «Мисс Ануш, вы такая молодая, такая красивая, энергичная, вам не подходит эта седина». И я в тот же день побежала, купила краску, вручила ее маме, сказала, давай, крась. Все. И на следующий день, когда я пришла на занятия, студенты мне аплодировали. Сказали, о, вообще, совсем другое дело. Ну, конечно, да. Я, например, вот это вот бодипозитив вообще не понимаю, там, подмышки не брить, волосы не красить. И вот смотришь, эти женщины, которые это пропагандируют, ну, выглядят просто как, ну, в лучшем случае, как ведьмы, в лучшем случае, как трупы. Поэтому, я не знаю, но это, конечно, совершенно не моя история. Так, сейчас я основную со стола протру. Чего я тут тут только не резала, шинковала, натирала. Так. Ага. Так. Я тоже люблю одиночество, никогда не скучаю в одиночестве. Вылетаем 29 декабря, встретимся в январе с большим удовольствием. Я тоже не пробовала тирамису с лимоном, но он есть, буду экспериментировать. Ну, потом расскажешь. Кто из армянских блогеров вам нравится? Есть парочка блогеров. У одного, ну, они все на армянском свои видео делают. Причем у них есть видео и на ютубе, и на инстаграме, там, по-моему, в тиктоке. Где, ну, у меня, поскольку в тиктоке нету, я их в инстаграм смотрю. И, короче, значит, одна Нина Титанян, такая толстая-толстая девушка, ей, по-моему, лет 27. Правда, она выглядит, как моя мама, если не как бабушка. Вот, и парень, ее хороший друг, по-моему, он чуть помладше нее. У него, его зовут Рафо, но почему-то он себе ник выбрал «Хай Далек». Не знаю, что это означает, ну, как бы, его дело. Короче, они делают смешные юмористические скетчи. У них есть причем такая рубрика «Бутни гармоничной семейной пары». Ой, это надо видеть вообще. Очень смешные у них такие злободневные видео с юмором, потрясающие. И вот я часто очень жду. А так я стала большой-большой поклонницей Миши Крылова. Это парень, который, если я не ошибаюсь, из Уфы. Год назад приехал в Армению. Ну, наверное, пока что на ПМЖ. С каким уважением, с каким трепетом, нежностью, лаской он относится к моей родине. Какие он интересные вещи снимает. Насколько тонко он подходит к подбору материала своего. Я не знаю, настолько я ему благодарна, что не какую-то там дешевку делает, а и сапальник. Симпатичный, невероятно. Молоденький совсем, ему лет 25 от силы будет, я так подозреваю. Много-много раз его на каскаде видела, немножко стеснялась к нему подойти. Но в следующий раз, если я его увижу, я с ним сфоткаюсь обязательно. Вот. Так, я сейчас думаю, что совсем-совсем чуть-чуть еще добавлю муки. И, слушайте, ну это для меня было открытие. Чтобы так легко и смелее, ты можешь выйти из-под этого штатива, а на него между ножками этой конструкции влез и играть. Вот, молодец, шарик взял. Умница. Ребенок взял в шарик и пошел. В общем, короче, вот еще Мишу Крылова смотрю. У него на инстаграме как раз так и называется Миша Крылов. Вот. Так, муку я пока не убираю. Сейчас телевизор сюда перетащу. Сюда растительного. Это пока мне мешает. И с вами сейчас перекочуем к плите. Сейчас поставим, посмотрим, как это все тут будет смотреться вместе со мной. А, нет. Наверное, это уже можно как-то опустить. Вот так. А вот это приподнять. А ну, даже, наверное, чуть побольше опустить. Вот так. Угу. Кривая картинка получилась. А немножко, если подальше. Угу. Ну, так, по-моему, нормально, да? Ну, или вот так. Угу. Так. Сейчас мне нужна посуда, в которую я буду складывать готовые оладьи. Ну, ладно, пока что вот это. А у меня где-то была глубокая пластиковая посудка. А куда она делась? Какая высокая-высокая? Ну, просто. А куда я ее делаю? Очень странно. Ладно. Так. Берем. Сейчас посмотрю, какой тут огонь у меня. Сейчас я попробую, как теста получилась. Ммм. Так. Добрый вечер, а нуждяга, когда ты молодец, вкусняшку готовишь. Чисто, чтобы было чем позавтракать и пополучить. Юрий Ереван в этом году красили более красочно, да, у блогеров видела. Я бы не сказала, нет, наоборот, менее красочная. В прошлом году площадь была действительно потрясающе украшена. В этом году что-то очень странное и непонятное. Но по-любому и на этом спасибо. Значит, смотрите, берется одна кругляшечка картошки. Я ее кладу прямо на тесто. Слегка сверху обволакиваю. Немного, буквально чуть-чуть снизу ложкой беру. И вот таким вот образом... Ой, я же забыла сюда сыр натереть. Ну ладно, можно без сыра. И выкладываем это все дело на сковородочку. Можно даже чуть-чуть вот так вот добавить. Несколько лет назад поссорилась с мужем, думала, что перелетишь обратно в Армению, передумала. Ну, понимаете, одна ссора с мужем, это еще не повод разбегаться и так далее. Но когда ты на постоянной основе чувствуешь, что и ты страдаешь в этих отношениях, и человек тоже, с которым ты живешь. И причем это не значит, что кто-то из вас плохой человек. Нет. Просто оказывается иногда так, что мы не совсем понимающие друг друга люди и создают семью. Вернее, пытаются это сделать. Я считаю неправильным тратить ценные годы своей жизни и жизни своей второй половины. И не попытаться сделать что-то новое для себя. И дать шанс этому человеку тоже. Как-то, знаете, больше я ничего смешивать не буду. Момент с сыром усилин. Так что... Так... Еще вот это и думаю, еще одна. Смотри, сегонни еще. Что мне еще? Мне еще вилочка нужна. Небольшая. Подобинать в сторону. Вот. Так что, понятное дело, что не все вопросы в семье надо решать. Побегом, разводом и так далее. Надо это все тщательно обдумывать, понимать, что вам надо. С чем вы можете в итоге смириться. С чем нет. Потому что жить, терпя что-то, это просто, конечно, каторга. Конкретная. Как-то некорректно про блогер, что вдруг она вас сейчас смотрит. Ну, во-первых, она меня не смотрит, потому что она вообще в другой направленности видео, я так подозреваю, смотрит. Но потом для нее тоже, по-моему, не секрет, что она пухленькая. После рождения дочки меня так тригерит, как можно обижать дочку, ребенка, гадостью говорить, бить, еще называть себя святой. Миша попадался мне в тик-токе, он ел запеченную кровью голову в кафе. Это он ел знаменитый лениноканский кяля. Это когда подается голова коробы или иногда этого барашка. Ну, это, конечно, просто жесть что-то с чем-то. Я бы сдохла, такого бы не съела. Но поскольку его пригласили прорекламировать этот ресторан, он, я так подозреваю, вынужденно пошел на эти меры. Но он настолько милый, приятный, интеллигентный парень и с собой любовью говорит все, о чем он рассказывает, что я вам, например, советую поискать его, посмотреть видео. И, во всяком случае, даже для меня он такие новые места в Армении показывает. Его разные турагентства приглашают, разные компании. И у него появилась шикарная возможность как-то Армению очень досконально изучить. Поэтому я очень его видео люблю смотреть. Сейчас я вам покажу, какая прелесть получается. Не, ну ты токсом не станешь, если ты понимаешь, что такое токсичный родитель, что такое токсичность в отношениях. И понимание – это уже половина дела. Уж поверь мне. Потому что обычно на 100% токсичны те люди, которые, в принципе, на 100% считают, что они правы в своей токсичности, в своем поведении. Ничего не собираются в себе менять. И вот таким образом телевизируют свое окружение. Понимать – это уже означает следить за собой. Ура, эфир, привет из Крыма! Дети, кто обидит мою дочку, пусть не обижаются на меня, разнесут пух и прав. Ну, правильно, а почему? Родители мы на то и родители, чтобы защищать своих детей. Сейчас запретила всем сравнивать мою Полину с кем-либо. Она человек – отдельная личность. Я согласна, потому что я в свое время прошла через постоянные сравнивания и так далее. И я помню, как это больно и тяжело. Поэтому, да, желательно ребенка от этого оградить. Бабушка моя пыталась токсить рубашку, но я, конечно, не давала ей этого делать, так как она со мной не позволяла ей какие-то вещи внушать и так далее. Но она пыталась, конечно, это делать. Но потом, понимаете, старшее поколение, они привыкли к каким-то своим пониманиям, понятиям воспитания и так далее. И очень сложно против них переть и что-то им доказывать. Потому что в советское время люди были настолько далеки от психологии, настолько далеки от всего, что связано с человеческой головой, что от них ждать чего-то, конечно, было сложно. Так. Опоздавшим в двух словах рецепт. Ну, в двух словах рецепт. Несколько картошечек, не очень крупных, маленького диаметра. Отвариваем нацена, нарезаем на такие вот кружочки. Посыпаем солью по вкусу и паприкой. Желательно и сладкой, и остренькой. Тесто. Тесто состоит из мацони. Можно и кефир взять. Двух яиц. По вкусу, опять-таки, специи. Паприка, хмели-сунели. Черный перец немножечко. Соль по вкусу. Побольше чеснока. Я нарезаю мелко, можно натереть, выдавить. И огромный кучок зелени. Самый разнообразный. У меня здесь и зеленый лук есть, петрушка, фенза, базилик. Большой такой вот кучок. Ну и муки на глаз. Так, чтобы получилось такое вот тесто. Чтобы оно не растекалось очень сильно в кашу, но чтобы оно могло на сковородке держать форму. Так, я тут еще пусть поджаривается. А у меня в серединке, в принципе, есть место еще для одной картофелинки. Вот, пожалуйста, еще раз демонстрирую. Бросаем кружочек. Сверху немножечко накрываем этим тестом. Снизу ложкой подхватываем такое вот количество. И на сковородку аккуратненько. Так, чтобы сформировалась более-менее кругленькая оладушка. В результате, когда вы это кушаете, очень вкусно. Ты надкусываешь. Там вроде картошечка целенькая, а сверху она окружена таким ароматным, пикантным тестом. Речь сегодня... Добрый день, добрый вечер, Екатерина. Конкретно, как всегда, ни о чем. Просто, опять-таки, у меня весь вечер выдался на кухне. Намоталась сегодня, набегалась. И решила, что уже в пустоте и в тишине. Я одна дома сейчас, с рубашкой по своим делам пошел. Все. И вот я решила немножечко с вами пообщаться, чтобы хоть как-то и себя развлечь и с вами поговорить. Добрый вечер, Елена. А, да, еще сода с уксусом. Вот до добавления муки. Сода с уксусом. Ну, соды пол чайной ложечки, столовую ложку уксуса или лимона можно тоже сбрызнуть. У меня уксус яблочный был. Чтобы такое вспенившееся тесто было. Вот, подождите, я посмотрю. Первая ладушка, она уже готова. Вот. Сейчас продемонстрирую вам. А, вот и вторая тоже. Тара у меня, конечно, очень маленькая. Тут на все не хватит. Это я еще раз переверну. Плохо прожарилась. Так. Ну, собственно, вот такие вот красавцы получаются. Такой вот толщины. Пахнет просто потрясающе. Вот это вот сочетание зелени и чеснока. Слушайте, я хочу понять, почему я такая черная? Может, у меня здесь... О! А какие здесь еще фильтры есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Ну, это совсем блеклое. Это не то. Не, вот, наверное, вот этот вариант лучше. Тут вообще меня чернил как-то. Ну, сейчас получше. Что означает бабушка не токсила Рубена? Ну, то есть, токсично с ним не обращалась, так скажем. Какие-то колкие слова, фразы или какие-то внушения. Ну, так, собственно, я этого не давала особо делать. Но, опять-таки, повторюсь, наше старшее поколение выросло совершенно при другом строе. С другим менталитетом, другими пониманиями того, что правильно, что неправильно. В советское время даже предмет психологии был очень строго регламентирован. Какой тебе там Фрейд, какой тебе там Юнг. То, что власть советская тебе разрешает, то ты и изучаешь. И поэтому советская психология, она, конечно, очень серьезно отличалась от того, что я, допустим, в институте проходила, мы совершенно уже по-другому смотрели на человека как на личность. И ждать от старшего поколения таких пониманий, до каких психология наши дни дошла, ну, это, конечно, не всегда правильно, наверное. Так, вот эту снимаем уже. Ты в каком состоянии? В отличном! Тебя еще немножечко перевернем. А тебя? О, тебя тоже уже пора переворачивать. Вот она, красавчик. Так. Это очень быстро делается. Поверьте, просто потому, что я сейчас и в эфире, в телефонах, в съемке и в готовке, а то, что я сейчас делала там, допустим, 40 минут, я бы это сделала за 15. Ничего к Новому году я пока не готовлю, никаких особо диких столов мы накрывать не собираемся, потому что будем только мы. К нам, в принципе, уже 2-3 года подряд никто не приходит, и поэтому на малайонную свадьбу, как что-то готовить в таком бешеном количестве, нету ни никакого смысла. И поэтому я еще даже меню не составила, что я хочу сделать. Что вы, девочки, все печете, печете? Ну, мы в данном случае не печем, а жарим. Добрый вечер, андждя, всегда смачно все готовите. Спасибо вам за эфир, спасибо. Я очень жду новогодний эфир, вы всегда вдохновляете. Ну, поскольку сейчас народ подсобрался, хочу так объявление еще раз сделать, что во вторник мама, скорее всего, днем заскочит к нам домой, и мы сделаем с ней эфир. Или эфир, или видео запишем, ну, посмотрим. Вот, так что готовьтесь. И, кстати, спасибо за сердечки, смайлики и так далее. В новом году по традиции жду эфир с бокалом красного. Я тоже надеюсь. Кстати, у меня есть бокал красного, и вы меня натолкнули на шикарный день. У меня этого красного осталось всего на очень маленькое количество. Я сейчас, вот, как раз, будет повод выкинуть бутылку. У меня, мы всегда покупаем Армения, гранатовое вино сладкое. Я полусладких и терпких сухих вин не люблю. Или розовое вино люблю, мускат. Ну, короче, все, что сладенькое. Вот так. Ваше здоровье. Пусть те, кто празднует католическое Рождество сегодня, среди моих зрителей, наверняка такие найдутся. Пусть оно пройдет максимально весело, тепло, вместе с членами семьи, с вкусной едой, приятными ожиданиями. Вот. Ну, а остальным просто хорошего предновогоднего настроения, насколько это в нашей реалии нынешней возможно. Завислены родители, родственники моих родителей, не толкся, наоборот. Из копяшки делали конфетку. То есть, так представляли своих детей. Да, есть, конечно, мы не можем сказать, что все советские родители чумырили своих чад. Но случаи, когда это происходило, они более, ну, так скажем, частые. Более частые. Вот. Ждем эфир с мамой. Не надо оправдывать злых людей, и все, ладно, когда им 18-20 лет, но когда 25-30, и есть дети, все зависит от того, в каких условиях и сам человек рос, не забывайте. Потому что, если человек жил в очень токсичной семье, он иногда, ну, не всегда, конечно, но бывают очень много случаев, когда более и более он начинает токсично относиться уже к своим детям, внукам и так далее. Я могу сказать, что моя бабушка родилась и выросла в очень токсичной среде, в очень тяжелой психологической среде. И то, что она была в вопросах воспитания токсичным человеком, ну, это очень даже местами оправдывается. Потому что, ну, ты понимаешь, что человек просто не осознавал, осознавал, что правильно, что неправильно. Бокал красного всегда к месту. Это однозначно. Тем более, гранатовое вино... Это нектар. Почему, вы знаете, вот его по чуть-чуть хочется пить. Но, понятное дело, что глинтвейн я буду варить из полусладкого виноградного вина. Спасибо за поздравление, Аннуш. Что любишь из итальянской кухни? Ой, все, что связано с макаронами, вся эта спагетти и прочая история. Что еще? Тирамису обожаю. Просто фанатею по лимончелло. Я... Мне все руки не доходит этот ликер приготовить. Хотя, в принципе, там не надо особых мозгов, чтобы его сделать. Там просто надо взять и сделать. Да, я люблюсь. Забывала просто зачастую. Ну, поскольку не все морепродукты я ем, допустим, всяких моллюсков нет, но есть там всякие интересные блюда из морепродуктов, что я еще люблю. Даже не помню, что у нас там еще в итальянской. Ну, пицца, само собой, хотя после Аргентины я несколько лет подряд вообще пиццу видеть не могла, потому что аргентинская пицца – это, конечно, испытание для желудка и прочего. Но, в общем-то... Не, ну, конечно, что тут греха таить, итальянцы умеют вкусно есть. Это, как бы, неоспоримый факт. Вот. Так, подождите, сейчас еще рубляшечку кину. И, в принципе, получается, что из очень таких бюджетных ингредиентов... Конечно, если я в тесто добавила немножко сыра, оно бы и ароматнее стало, и по текстуре было бы приятнее, ну, ничего, не страшно. На завтрак разогреть в микроволновке, там полдник, чашечку чая, кофе заварил, и это самое. Когда любят, не токсят, не согласна. Потому что, например, в случае с моей бабушкой, она нас обожала. Она обожала и меня, и мою маму. Но у нее настолько была тяжелая жизнь своя и в детстве, и в молодости, и в замужестве, что то токсичное, что она в нашу сторону проявляла, она просто этого не понимала. Она считала, что это правильно. Но при этом она безумно нас любила. Вот это я не могу сказать, что вот это было не так. Но, как бы, что было, то было. Поэтому очень тонко надо изучать психологию. очень осторожно относиться к людям вокруг себя. Учеников есть у меня сейчас то ли 7, то ли 8. Ну, в идеале, конечно, чтобы было 10. Все ученики у меня, кроме двух пока что, ушли в отпуск до конца первой недели января. Ну, в принципе, у меня тоже появилась возможность немножечко поспать подольше. И так далее. Поэтому все окей. Ну, у меня 31 декабря тур. Это для меня очень интересный опыт в Новый год. Как бы, слушайте, знаете что? А я одну оладушку все-таки попробую. Вот, видите, тут картошечка, вокруг нее тоненькое тесто, куча зелени. Посмотрите, какая прелесть. Немножечко соли я не доложила. Но, по большому счету, можно сверху досадить. Потрясающе. Я эти оладьи не делала лет 5-6. Прикиньте? Это воспоминания детства. Да, соли маловато, конечно. Но досадить можно однозначно. Да еще и в припуску с вином. Нет, маму свою я токсичной не считаю. Конечно, есть вопросы, в которых я с ней не согласна. Мы часто спорим из-за чего-то. Но моя мама другой формации человек. Будучи взрослой сама токсичной мамой, она просто, видимо, для себя приняла решение не быть токсичной, а быть мне подругой. Потому что, в общем и в целом, мы с моей мамой хорошие очень друзья. И это она достаточно... Не вижу даже, что у меня это. А это она достаточно мудро решила для себя еще... Могу пожаловаться. Да, опять-таки скажу, мы с ней... У нас разные взгляды на тонну вещей. Но вот этой вот токсичности в ней, конечно, нема. Смотря какие токсы. Есть токсичные люди, которые, да, им это в кайф. Они понимают, что они манипулируют людьми, делают больно. Но это, знаете, это уже из разряда таких садистов-манипуляторов. То есть, хотите вешайтесь, хотите что? Вот я считаю, что так правильно, и так оно и будет. Ну, это уже совершенно другая история. Ее распространять абсолютно на всех тоже нельзя. Потому что, опять-таки, я говорю, надо очень тонко понимать, почему этот человек стал токсичным. Что его привело к этому? Так вот на всех одну теорию распространять нельзя. То, что касается психики человека, это такой многослойный торт, что там слой за слоем, слой за слоем, ты не знаешь, куда ты провалишься. Согласно токсичное... А, в кетчуп обмакивают? И со сметаной можно, и в кетчуп. Сейчас вот у кальвы, или у кого? Подождите, сейчас посмотрю конкретно. Да, у кальвы. У кальвы огромное количество шикарнейших соусов. И с чесночком, и с карри. Кстати, это очень вкусно будет, вот с карри соусом. Так что, да, можно такими соусами тоже. Будет очень вкусно. Тут главное, чтобы тесто было достаточно остреньким. Чесночка, чтобы побольше было, и зелени. Тут весь секрет в наличии зелени. Так, еще немножко. Масло добавим. Так, секундочку, сейчас я добросаю сюда, потому что еще место есть. Вы знаете, интересно, физическая мышечная память тысячу лет эти оладушки не жарила, рука вспомнила буквально, как их обмакивать, как их доставать, что, как делать. Очень прикольно. А, этот еще не дожарился до того, чтобы его дервали. Этот уже дожарился. Ага, здесь еще один поместится. Так. Главное самое, не берите большие картофелины. Берите маленькие, и желательно узенькие такие, чтобы из них получались аккуратные колечки. Ну, вот досолила уже совсем другое дело. Так. Ну, вот я говорю, из поколения в поколение это мировоззрение. Понимаете, 70 лет советского режима, это вам не шутки, это десятилетиями отложенное очень и очень зашоренное мышление, зашоренный менталитет, структура, эта самая схема поведения и так далее. Так что к этому, на это смотреть сквозь пальцы нельзя. Ну, понимаете, это для нас, что человек придумывает сюжеты в голове. Но очень возможно, что человек действительно так думает. это для нас он, может, что-то ненормальное придумывает. Но есть вариант, что человек действительно так думает, так чувствует и считает, что вот это правильно. Поэтому это списывать со счетов не надо. Тут все очень тонко и хрупко. На то она и психика человека, что с ней надо очень осторожно обращаться. Это вам не кухры-мухры. Но, конечно, когда ты пребываешь в токсичной семье или в семье, где есть токсичный сородич, даже понимание причин его токсичности, хорошее знание психологии не всегда помогает в решении семейных конфликтов и не всегда помогает сохранить какое-то вот здоровое психическое состояние. Ну, то, что все мы люди, всех нет. Вот. Мать может любить ребенка, но когда тот по неосторожности спотыкается, не спрашивает, не ударился ли он, а сразу ругает, что он невнимательный. Ну, вот это очень тонкие вещи, которые надо... Например, вот моя бабушка, что она делала? Рубашка со школы приходила. Это когда она была еще при мозгах и так далее. Вот он в младших классах приходил со школы. Первый вопрос, который прабабушка задает своему правнуку. Не, как у тебя день прошел, как у тебя там с друзьями, что нового узнал. Она так издали уже спрашивала. Ну, сколько двоек нахватал сегодня? Хотя этот ребенок далеко не был двоечником, который на постоянной основе какие-то двойки приносил. Ну, я каждый раз ругалась, каждый раз негодовала, говорила, зачем ты ребенку гнушаешь, что он двойшник? Зачем сразу начинать день с негатива? А она на меня обижалась, говорила, вот вы все меня не любите, вы меня не понимаете, да, я у вас самая плохая. То есть у нее там уже защитная реакция срабатывала. Но я, например, знаю точно, что я уж точно своих внуков так встречать со школой не буду. Тоже вот конфликт поколений. Никуда от него не денешься. Ну, если в семье, конечно, такая обстановка есть, ребенок, конечно же, должен знать, что хотя бы кто-то в доме есть, кто его может защитить. И желательно, чтобы это были мама с папой. Это однозначно. Однозначно. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, милий, милий, больно! Что мяло? Кетчуп Махеев вкусный, ассортимент хороший. Да, я, кстати, Махеев тоже покупала. Торчин или Торчин? Нет, Торчин, скорее всего. Тоже очень вкусно, у них мне очень нравится с болгарским перцем. Ну, я опять-таки говорю, вот я читаю комментарии, конечно, это все зачитывать долго, но есть токсичные люди не по своей вине, есть токсичные люди, которые, да, в них есть энная доля садизма, абьюзерства, которые, может быть, сами в свое время были очень избалованные детьми, тоже не исключается. И как бы домочаться, расхлебываю. Что решила готовить на Новый год, кроме канапе? Я пока не знаю. Может быть, сделаю свой салат любимый, там, курочку на маленькие кусочки расщепляю, и туда немножечко грецких орехов толченых, чесночка, мелко нарезанные консервированные ананасы, немножко сметанки с майонезом. Очень вкусный салат получается. Да, может быть, это невроз. В общем, короче, люди, я могу сказать единственное, что дай Бог нам с вами все быть огражденными от негативных людей в нашем окружении. Потому что они есть. Без этих людей не было бы человеческого общества. Они являются частью нашего социума. Но в наших силах, как взрослых, трезвых, зрелых людей, находить местами даже, наверное, собственные какие-то лайфхаки по общению с этими людьми. Потому что токсик-токсик-урозн можно найти таким вот образом общий язык. С таким человеком немножко иным образом, с каким-то другим. И тогда постепенно в жизни начнет что-то меняться. Потом, понимаете, надо не забывать, что над собой же тоже надо работать. Нельзя всю жизнь быть в роли жертвы, такого обижника, который вот вечно вот так лапками кверху меня все обижают. Да, нас всех на постоянной основе где-то кто-то обижает. Но если мы будем постоянно на этом концентрироваться и не работать над собой, понятное дело, что окружение свое поменять на сто процентов мы не можем. Но мы же можем немножко над собой тоже поработать. И вот, кстати, будете надо мной смеяться, но посредством нейрографики можно очень и очень хорошо проработать свое внутреннее спокойствие, просто сделав посредством этих рисунков перепрошивку своего сознания. Вот и все. Я сейчас, кстати, в своем обучении нахожусь на этапе записывания лекций. там есть возможность параллельно с лекциями и домашние задания делать их, потом можно и в записи делать. Я решила, что я сначала полностью запишу весь теоретический материал, потом уже начну рисовать рисунки на супервизию. картошечка. А я молодец, вкусную паприку купила. песочный пирог с лимонной начинкой. Это очень и очень вкусно. Кстати, спасибо вам, Юлия, что вы мне напомнили про этот рецепт. Это же идеальный рецепт на Новый год. Чтобы крема немного вот этого всего не было. лимонный пирог. Это же так легко с чаем. Это как вкусно. Все. Надо самой пересмотреть этот свой рецепт и приготовить его. Так, что у нас тут? Ну, жарить. Подождите, посмотрите. Ну, не совсем нет, не на медленном огне, а то они у вас сварятся. Огонь должен быть средний, чтобы они там стали такими хорошо румяными. Очень медленный огонь он просто сварит ваши оладушки. А в принципе это посуда, ну, посмотрите, какая прелесть получается. Посуды хватило. Такой горочкой выложится. Нет, тут еще немножечко нужно. Тут уже надо перевернуть. Видите, как очень легко переворачивается. Раз, два, раз, два. Ничего не растекается, форму держит. Воздушные и пышные. Немножечко просто надо... Я, например, не люблю. Да, у меня сковородка антипригарная, все окей, но оладьи, для того, чтобы они были сочными, все-таки их надо жарить на масле растительном. На кукурузном, растительном, не важно, на каком хотите, но оно даст вам сочность такую. А просто на сковородке обжарить, ну, как по мне, совсем неинтересное озеро получается. Так, тут у меня, в принципе, тесто осталось на две штучки и остается где-то семь кружочков картошки, которые можно потом будет в микроволновке разогреть и со сметаной съесть. вообще. Так. Ой, мне в дверь звонят. Одну секундочку, сейчас иду. звонят. потом скажешь, как все. Все, я вернулась. Да, на ирографе канала «Помощь» создаем свою реальность. Рубашка только что, вот он позвонил, пришел, у них там с классом были предпраздничные съемки, они еще с начала года арендовали оператора профессионального, который на память им создаст такое кино весь девятый класс, поскольку это выпускной класс, переход уже в старшую школу, все мероприятия, которые с начала года были, этот оператор снимает, причем это все очень постановочное такое и так далее. Ну вот, у них сегодня было мероприятие секвецанта. Кстати, как прошло? Нормально? А почему вы не погуляли? И вот отец, знаете, погулять. Поздно? Да? Ну ладно. Ты хоть через площадь пошел, через красивые огоньки и так далее? ответ мужикам. наверно. Наверное. Так, все, у меня, походу, последний оладушек. Получается, а, нет, в принципе, из маленькой штучки, вот, из этой вот, тоже получится, если хорошо поскрестим. я перестала конкретно трансерфингом заниматься, потому что нейрографика, она заменяет все виды медитаций, каких-то прорисовок своего будущего какими-то сложными способами, то есть она в себе объединила и, самое главное, очень облегчила все вот эти ментальные практики, которые вообще существуют. И поэтому практиковать нейрографику, это, конечно, очень-очень продуктивно. Ждет твой курс и наставничество в создании нейрографики. Ты будешь делать индивидуальный тренерский тариф для того, чтобы рисовать на определенную тему до результата. Я поначалу буду оплату брать поурочно, потому что я не думаю, что логично брать какую-то конкретную сумму и вот конкретное количество занятий в нее впихивать. Может быть, человек дойдет до чего-то сам и захочет прекратить занятие или, наоборот, продолжить. Может быть, чаще, чем другие. Поэтому, я думаю, что тариф у меня будет поначалу... Во-первых, я буду работать индивидуально для того, чтобы делать групповые занятия. Тут немножечко надо техническую основу иметь. Иди к тетюре, иди, мой маленький, иди, зизи, иди, зизи. ой, ты мой сладкий, ты мой усюнышко, об маму трется, вы посмотрите, как он соскучился. Мам любит, мам любит этого поганца маленького, и хулиган в сиярмении. тюмоненький, злоденький, мамина кругляска, мамина таракашка, мой же тетю, кукушенький. Ну, ты пришел, да? Ты пришел, тебе скучно, тебе тепло с мамой, да? А мама тут на кухне заостряла. Мам тебя с помадой поцеловала, покрасила. Ты сладенький. Зизина Мейнкуна, похож мордочкой. Так у него и раскрас совершенно нестандартный, то есть он не гладко-рыжий, а у него именно узор на нем. Он вообще очень интересный котик. И вот эти вот полосочки от глаз, вбок идущие, и у него и у Мили. Кстати, имеются ну потрясающие шелковистые шерстки. Зизинь, лапочка моя, Зизичка. Ну ты такой Зизинь. Жижик ты мой. Как мы с тобой сейчас это будем переворачивать? Вот, видишь, как он обожает я говорю, вот смотреть, когда я кашеваю, грубо говоря. Ой, и мне скидя мяка и тесто поверхности этих халат. Поверхность она душит. Вот так. Вот так. Ну вот, люди. Он пишет здесь. Ты смотри, сейчас попробуем перенести туалатку и уронив. Или как поживает? Тоже хорошо. Тих-тих-тих-тих. Опа! Чё ты как смотри? Ну ты как смотри, у меня он так интересно. если... А ну... Эту вот с этой стороны надо дожать. Так, эту я только перевернула. Эту тоже. Эту тоже. А это... Нет, так. Вот так, не дожать. Ну ты мой сладкий. Эту мой маленький. Эту тюсенький. Никогда он у меня первый раз, знаете, так на руках. Попробую его взять, убежит. А сейчас чуть соскучился. Зизи. 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 Ну посмотрите, какой сладкий. Не уйди, какой сладкий. Ну мама любит, мама сумасшедшая делать, когда тебя берут. Маленький, маленький. Маленький. Ой, 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 вы сюда гляньте. Ну что это такое? Зизи. Чмок. Зизи. Чмок, чмок. А ну? Барик здесь. Здравствуйте, молодой человек. Вход в дом Санта-Клауса бесплатный, но к Санта-Клаусу, чтобы в комнату попасть, там надо заплатить, потому что там сразу и фотографируют. Так что там все внизу оплачивается, и порционно людей запускают внутрь, потому что Санта индивидуально общается со всеми посетителями. Я пропустила начало, скажи, пожалуйста, кружки картофельные, вареные. Да, 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 обязательно, но не прям так вареные, а чуть-чуть, не то, что нацеро, но так, чтобы они форму держали, чтобы не развалились. Вот в этом. Вот у меня, посмотрите, в итоге всего лишь вот столько осталось кружочков. Я их сейчас соберу. Тут всего лишь паприка и соль. Я их сейчас соберу на тарелочку. Можно будет утром согреть их в микроволновке, там сыром потереть или что-то уже, как бы, технический вопрос. Так, ну-ка. Нет, это еще не дожарилось. А ты? А ты уже готов. Слушайте, не, глаза алмаз. Рубаш! Ты оладушки кончишь? Сейчас нет. Сейчас нет? Ну, ладно. Ну-ка, смотрите, а. Ну, вот не красота. Красота. А вкуснота какая. Потрясающе. Ну, конечно, это не новогодняя еда. Хотя, почему бы и нет. На Новый год, кстати, я подумала, может быть, я сделаю свой фирменный пирог на майорезном тесте. Там сыр и вот эта смесь болгарского перца, кукурузы и прочих всяких моментов. Очень вкусная. Он такой поднимается, пышный, такой пружинистый. Зизи! Ты же маленький, мне-нибудь такой! Ты хочешь в сковородку прыгнуть? Няде! Няде! Там в сковородке горячим. Что за лев этот тигр? Ну, ответь, что за лев этот тигр? Что за тигр? Зизи! Зизи! Он очень любит, когда ему носится у гуру. Зизёнка, ты моя сладкая. Ты моя птичка. Мяу. Иди, иди покушай лапу. Лапу водички попи. Ты прям акробат, ну да. Я не думаю, что Зиську жареной оладушки надо давать. Но он вообще за любой кипиш, всё, что касается кухни. Миле, например, нет. Макс вообще никогда внимания не обращал. Зизи фанат. Вот сесть на стиралку в позе уточки, вот так лапки сложив. И внимательно голову вот так двигая, смотрит, как я мою посуду. Какие-то вещи промываю под краном. Тут чего-то нарезаю, там чего-то делаю. Он просто больной до этой деятельности. И вот больше всех котов он любит со мной проводить время тет-а-тет на кухне. Он, наверное, и спал. Сейчас пришёл. Блес в рамки, но облизался. Это тесто из тазика, оно ему не понравилось. Зизюш, я же сказала, что это не из твоей оперы истории. Вообще не твоего младила. Так, немножечко эти тоже пусть поджалятся. Сейчас надо, наверное, таблик маленький. О, у меня такой вот удобненький, небольшой есть. Сейчас я сюда все эти картошечки сложу. Так. Вроде наш сегодняшний эфир такой неплохой, да, получается? Чисто по-семейному, по-кухонному, по болтанию. Уже хорошо. Так. О, пожалуйста. Ещё я умудрилась успеть, это, нашинковала салат капустный. Капуста, морковка, яблоко, зеленушка, у меня петрушка была. Немножечко лимонного сока. Посолила, чуть-чуть сахара добавила. И банковой кукурузы сладкой, бун дюэ. И растительное масло. Всё смешала. Потрясающий салат. И чтобы червячка заморить, не нажираться на ночь глядя. И как бы гарнир к обедам. Вчера сварила, то ли позавчера, шикарный лобиевый суп. У меня там лобио красное. Немножко толчёных орехов, томатная паста, чесночок, все дела, специи всякие. Картошечка, зелень. И такой вот классный супец получился на основе свиного бульона и с добавлением свинины. Очень вкусно. Шикарный суп. Раньше я лоби ненавидела. Сейчас я его как-то очень сильно полюбила. Вот. Ну, собственно, гигантское количество. Шикардус. Когда буду готовить на Новый год, сниму ли рецепт? Ну, смотря что буду готовить. Ой, немножко пойду в ту комнату отдохну. Рубаш, ты можешь Максикин туалет почистить? Максикин туалет почистить. Я тут очки. Ой, немножечко посижу отдохну. Сейчас я спущу штатив. Давай, ползи вниз. Ползи. Аж можно немножко подальше. Наверное. Я могу порезть, почему так темно. Или это у меня освещение в телефоне такое, что ли. Вот здесь я смотрю, вроде светло. На себя здесь смотрю, вроде... Наверное, люстру надо еще немножко включить. Вот так. Поярче. Вот могу вам продемонстрировать. Вчера был день весеннего, зимнего солнцестояния. И я прорисовала 10 желаний на грядущий год. Ну, это уже такого профессионального характера рисунок. Очень энергозатратный, так скажем. Зиз, иди сюда. Иди, мой маленький. Иди, Зизи, иди к маме. Вот. Вот такой вот рисунок. Здесь у меня рисунок был на расширение клиентской базы. Это Зизи дергает штатив. Иди, Дима, маленький. Вот. Такое. Что у меня тут еще есть? Это про что я рисовала. Ну, это тоже высокодоходные, высокоэффективные действия. Это у меня горизонтальный, да, рисунок. Вот. Ну, в общем, короче, вот так. И невероятное удовлетворение, конечно, эти рисунки приносят, помимо пользы. Подожди здесь. Подожди, подожди, я бумажку из-под тебя возьму. Бумажку. Бумажку. Маленький. Сейчас я камеру поставлю так, чтобы твое зизичество было видно. Вот так. Зизенство твоё. Опа. Вот так. Да? Вот так вот. Ёп. Тик. Зизун. По-моему, я в прошлом эфире показывала свою тетрадь с лекциями, с гринчиком моим любимым. Какое удовольствие доставляет каждый раз вот это вот, брать в руки. Ой, подождите. Вот так. Скорее всего, наверное, послезавтра ёлку поставлю экспериментальную. Посмотрю, как эти звери. А, это, подожди, это подарок рубашке, секрет Санта и так далее. Это не твое. Зиз. Это не твое, сёй-сёй-сёй. Лимонный пирог есть в плейлисте «Моя кулинария». Посмотрите, просто это давнишний пирог. Придётся немножко построить. Хотя, если вы подписаны на мой Facebook, я могу найти и скопировать этот рецепт на Facebook. Вот, напишу сейчас, где оно. Лимонный пирог Ануш Блогер. О, нашла. Даже это... Ну, у меня, кстати, есть два видео. У меня есть лимонный тарт, а есть лимонно-яблочный пирог из песочного теста. Ну, в принципе, самый вкусный как раз-таки этот вариант – лимон с яблоком. Лимон и яблоко, они как бы друг друга дополняют. Очень вкусно получается. На самом деле, сейчас посмотрю, вот, поделиться. И я вот в ленту своих новостей это копирую и пишу «К Новому году в самый раз». Опубликовать. Вот, всё. Сегодня, знаете, что я совершенно случайно... Вернее, не я нашла, а YouTube мне рандомно подбросил. Если вот кто со мной очень давно на моём канале, может быть, вы вспомните, что я ещё в Аргентине годой, это, в 14-м, по-моему, это был переход с 14-го на 15-й год. Прямо, по-моему, что-то такое. Мы сняли с рубашкой вместе получасовой фильм-сказку. Сами своими силами, на фоне зелёного экрана, со спецэффектами. Два с лишним месяца у меня съёмки заняли, редактирование, обработка. Сколько реквизита было приобретено, пошито собственными руками. И вот это я тоже сегодня на Facebook скопировала. Было очень и очень приятно вообще вспомнить, как я это всё делала. Так, сейчас я наш чат открою. Обновить видео с рецептом. Я могу сделать эфир, где я этот пирог приготовлю. Как раз и будет обновление рецепта. Какие желания загадывали? В основном всё касалось карьеры. Всё карьерные желания были. Других каких-то... Здоровья сына, внутренняя гармония, спокойствие, помощь высших сил, энергетики, повышение своего ресурсового состояния. Ну и по карьере конкретно. Поскольку у меня три сферы деятельности, соответственно, все три для меня очень-очень важны. Я боюсь треугольники и квадраты рисовать, но спираль часто рисую и КБО. Треугольники и квадраты рисовать перестаёт быть страшным, сомнительным и так далее, когда вы в полной мере от начала до конца понимаете весь их функционал. Что несут с собой треугольники, что несут с собой квадраты. А, кстати, сказать со спиралью, я бы вам посоветовала быть осторожной, потому что когда вы ещё далеки от глубокого проникновения в нейрографику, спираль, она вообще и в природе – это постепенное, очень сильное и мощное раскручивание пространственной энергии. И вы можете совершенно того, иногда и не подозревая, и не осознавая, перезагрузить, перенасытить энергией процесс, которому столько энергии не нужно. И вместо того, чтобы добиться нейтрального результата, вы добьётесь результата, который будет прямо противоположным тому, чему вы хотите. Поэтому со спиралями будьте осторожны и максимально подумайте, насколько вам реально в данной теме надо запустить такую сильную мощную энергетику. Причём спирали, я не знаю, вы в курсе или нет, но спирали бывают разные. Спираль, которая крутится по часовой стрелке, раскручивается вовне, она притягивает к нам желаемые события, желаемое состояние, ну и так далее. То есть это идёт действие по направлению к тебе стрелкой. Спираль против часовой стрелки от нас отдаёт что-то в пространство. Обычно такие спирали рисуют, когда хотят избавиться от какой-то болезни, от какого-то навязчивого чувства, какой-то неприятности. Потому что для вселенского пространства энергетического не существует хороших событий и плохих. Есть просто сгустки энергии. И для нас, для нашего человеческого восприятия, конечно, какие-то события идут в негатив, какие-то идут в позитив. И мы просто, раскручивая спираль против часовой стрелки, мы эту избыточную энергию, которая для нас негативная, которая сидит в нашей жизни, в нас самих, мы её просто раскручиваем, выдавливаем из себя и отдаём обратно в пространство. Причём желательно такого рода спираль против часовой стрелки раскручивать с мыслью о том, что спасибо, что это было в моей жизни, спасибо, что эта энергия меня посетила, я с удовольствием делюсь ею с пространством. Пусть она полетит и найдёт себе достойное применение. Вы никогда не знаете, что вот отпущенная вами эта энергия в кого вселится или в какое-то дело попадёт, в виде какого-то природного явления, и не обязательно плохого, кстати. Она просто вернётся обратно в пространство. Куда она дальше осядет, это уже не ваше дело. Так что со спиралями будьте осторожны. Ну а алгоритм КБО я, честно говоря, на днях была очень-очень удивлена, потому что Оксана Абдеева, ведущая, один из самых лучших коучей Института Павла Пискарёва о психологии и творчества, это был её авторский алгоритм, который она несколько лет держала под замком. И его можно было посмотреть, ему научиться только если купить у неё вот этот вот видеоурок. Кто-то, я помню, сделал запись с экрана, её урока разместил на своём канале, и каким-то образом она это обнаружила, или её сотрудники это увидели, и я видела в комментариях гневные просто сообщения, что немедленно сотрите это видео, а то вам грозит судебное разбирательство. Я не знаю, с этим человеком в итоге судились или нет, но буквально сейчас я зашла на её канал и увидела, что КБО в открытом доступе находится. Кстати сказать, не знаю, может быть, этот алгоритм уже стал настолько народным, что она сочла, что нету смысла уже его под замком держать, потому что она постоянно какие-то новые алгоритмы придумывает. Не знаю, во всяком случае КБО расшифровывается как коридор благоприятных обстоятельств. В основном этот алгоритм рисуется тогда, когда вы загнаны в какие-то рамки, когда ваша ситуация не имеет, как вы думаете, выхода, когда вы просто загнаны в угол настолько, что не знаете, не видите выхода из какой-то ситуации. Этот КБО в моей жизни очень-очень много и часто меня спасал. Внизу ёлки не вешай игрушки, оставь под ёлкой свободное пространство, чтобы коты под ёлкой ходили. Да, кстати, это очень хорошая идея. Ой, я вам сейчас, кстати, покажу, сейчас посмотрю, что вы пишете. Я вам покажу, какие я с Валберис заказала деревянные игрушки. Я не знаю, я смогу Мишурой чем-то украсить ёлку, но я вам покажу деревянные игрушки, которые я заказала, вообще классные. Помню и полёт на дракона, и ты в роли принцессы столько труда. Да, я в курсе. Обычно я делаю спираль тогда, когда у меня приступ апатии, страхи, и какой-то ступор в деле, чтобы сдвинуться. Вот, да. А ну же, вот видишь, как ты нужна в роли наставника. Ну, я надеюсь, что мой метод доноса мысли, донесения идей будет многим приемлем, понятен и так далее. Так что, если вы одну секундочку подождёте, я сейчас из своей комнаты применю эти игрушки. Так, значит, игрушки пришли мне в такой плоской упаковке формата такого вот примерно, наверное, А5. Нет, А3, извиняюсь. И они были вырезаны вот в таком плотном листе. Даже вот эта коробочка, в которой эти игрушки сейчас хранятся, её тоже мы собрали. Она сборная для хранения этих игрушек. Тут даже вот такая вот штучка есть. Смотрите, какая она красивая, эта коробочка. Причём, посмотрите, вот тут не просто покрытие какое-то с фотографией, оно ещё и голографическими всякими такими кружочками светится. И вот здесь мой узор красивый. И тут даже знаково 2024 написано. И вот сейчас я раскрою. Вот такая вот потрясающе красивая деревянная коробочка. И внутри игрушки. Сейчас просто надо будет в них, я, конечно, всё снимать не буду, тут 24 игрушки, причём далеко не маленького размера. Ну, посмотрите. Вообще, знаете, игрушки такие вот с имитацией старых советских открыток. Вот такие вот замечательные Дед Мороз и Снегурочка тоже, видите, как блестят. Сзади, кстати, не просто деревяшка, а тоже очень аккуратно всё оформлено. Тут надо просто будет в эти дырочки вставить ниточки. Вот, посмотрите, какие замечательные штуки. О, дракоша! Тут что? Тут подарочек такой. Ну, посмотрите, реально нормального размера игрушки. Очень-очень много, они очень классные. Вот, посмотрите, это мой зизи. Это как будто специально в наборе был зизи. Я бы даже, знаете, что сделала? Каким-нибудь суперклеем застёжку для брошки поприцепила, и можно такую брошечку теперь сделать. Почему бы нет? Ну, это классно настолько, что... Причём копейки стоит где-то, я вам скажу. Ну, наверное, рублей 500, что ли. 400-500 рублей за 24 игрушки. Такие шикарные, причём яркие, переливающиеся. Я не знаю, по-моему, реально стоит отдать. Вот такая вот ёлочка, и всё такое блестящее, красивое. Что у меня? Ты чего? Год даже есть. Да, милота невероятная. Слушаю тебя и готовлю салат. Прелесть мне такие нужны срочно. А ну да, вот коты, маленькие дети. Очень экологичные, главное, невероятно красивые. Даже можно, знаете, заказать, собрать эту коробочку и вот кому-то подарить с игрушками внутри. Даже можно коробку под какой-то подарок тоже использовать. Почему бы и нет? В общем, короче, я не знаю, я в восторге. Я отмечу, когда эфир в запись у меня уйдёт, я в описании этого эфира оставлю артикул на эту коробочку. Подождите, я вам, может быть, даже сейчас скину. Я, конечно, это заказывала месяц, то ли полтора месяца назад. Сейчас я посмотрю в своих покупках, где это у меня вообще. На-на-на-на-на-на-на-на. А, нет, это не то. Но, кстати сказать, есть ещё потрясающий набор. Это Арам себе взял. Вот такие вот машинки. Подождите, я посмотрю. И не свети так. Тоже... Да блин, почему он так вот странно? Вот, видите, тоже деревянные такие машинки. Рейтро с ёлочками, какими-то животными. Но написано нет на складе. Ладно. Вот, нашла. Слушайте, это вообще бесплатно. Ну, я просто не знаю, насколько резонно вам на этот год заказывать, потому что вряд ли... Вот написано, 2 января сюда может дойти. Но это может на следующий год. Вот, я скопировала артикул. Я не знаю, может быть, его сюда всунуть? Вот так вот в виде... А как это вообще скопировать, подождите? А, вот вставить... Напишу артикул для... Нет, новогодних игрушек. Наверное, так найдётся. Фильтр чата, ля-ля-ля... В общем, короче, вот так. Валбериз ударил по магазинам. Ну, вы знаете, не совсем. Я, кстати, знаю большое количество людей, которые вообще Валберизом не пользуются, предпочитают покупки совершать. Так, ну, например, есть ряд товаров, которые я, например, с Валбериз никогда не буду заказывать. Это нижнее бельё, потому что, сами понимаете, есть определённые детали этого нижнего белья, которые пока не померяешь на себе, покупать бессмысленно. А я не люблю, знаете, вот что-то заказывать, там на месте примерять, потом обратно отсылать. Смысл? Я люблю пойти и сразу что-то купить. Обувь, тоже обувь, никогда не буду брать на Валбериз. Я не исключаю, что она классная, может быть, даже по размеру, но пока я на своей ноге её не смогу ощутить, я её покупать не буду. Ну, какие-то там свитерочки, футболки или что-то, окей. И то часто бывает, что маломерят. Но какие-то такие вот серьёзные вещи я покупать точно там не буду. Поэтому магазины тут реально нужны. У меня игрушки деревянные есть, но мало. Мы покупали в 2018 году по случаю. Вот сейчас пригодились. Я говорю, мне просто дико интересно, что станет с моей ёлкой вообще в результате деятельности этих дикобразов. Я ещё купила такую толстую еловую ветвь, 2 метра 70 сантиметров. Я её буду вешать вот здесь, такой вот красивой формой. Повешу на неё игрушечки. Может быть, росой оберну, такой гирляндой на батарейках. Тоже будет красиво. Может быть, сверху с этой занавески что-то повешу на столовой, так, чтобы недосягаемо для них было. В общем, что-то попытаюсь сделать такое, чтобы они до этого не допрыгнули. Но это, конечно... Я примеряю нижнее рельё на футболку или на майку. Нормально всё. Ну, я просто к чему говорю, что я не могу представить, чтобы я, допустим, элементарный бюстгальтер, чтобы я на картинку посмотрела и поняла, он по мне или не по мне. Вот моё или нет. Кстати сказать, трусы тоже элементарно. Ты можешь на картинке одно увидеть, но оно как бы для тебя уже, понятное дело, вот если ты реально их возьмёшь в руки, понятно, что не твоё. Поэтому как-то я люблю такие вещи мерить на месте и сразу покупать, если оно моё. Ой, здесь Ксфит. А где Мили? А Мили, наверное, с Максиком, да? А тебе что подарили? А, ладно, у вас он дается. Да ладно. А можно посмотри, где-то? Любопытно же. А кто подарил? Что? А, тебе хороший попался тоже. И на этом спасибо. Да ладно! Ой, могу! Какая коробка! Сейчас я не... А как это открывается? А, всё, как книжка. Спокойно, в обуви. О, aftershave. Боже, дошли уже до такого возраста, что мой сын получает в подарок aftershave лосьон. Время, остановись немножечко. Сейчас мы этот aftershave понюхали. Слушай, круто! Знаете, какая вот древесная нотка? Вот классика мужского жанра. Ой, как вкусно! А я сейчас немножечко носил. Можно я на себя поокруглю, а? Не знаю. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Что ещё? Ну что, ребят, мы сколько сейчас уже? О, второй час уже мы с вами в чате. Скорее всего, завтра или послезавтра займусь своими руками, потому что, хотя у меня мой маникюрчик в принципе в идеальном состоянии, ничего никуда не сползло, мне это самое, уже примерно где-то две недели у меня есть, но я от него уже устала, и хочется всё-таки в Новый год с чем-то свежим войти, поэтому одна рука, как я уже сказала, у меня будет зелёная, причём с такими блёстками, другая рука будет красная с таким тоже интенсивным блеском, какие-то пальцы у меня будут золотыми, ну, короче, всё по-драконски. Правда, интересный набор с игрушками. Да, очень классный, как бы держать, удобно хранить. Ой, боже, как вкусно пахнет! Фантастика! Интересно, у этой линейки что-то женское есть из этой серии или нет. Всю ночь буду теперь лежать, нюхать руки. Слушай, я тебе, кстати, советую потом пойти оладушки взять, пока не тёпленькие. Я идёте оладу попробую. А, ну, скажи, соли немножко маловато. Нормально тебе? Ну, вот видите, значит, хорошо, что я соли не добавила слишком много. Как называется аромат? Думаете, я запомнила? Слушайте, лучше бы я не знала, как он называется. Вот. С-Т-А-Р-8. Не знаю, что это такое, но оно безумно вкусно пахнет. Вот я говорю, классический мужской запах с такими древесными нотками. Потрясающе вкусно. В меру сладкий, в меру терпкий. Вот. Идеальный баланс такой. Иногда бывает, что вот смотришь какие-то ароматы, как лекарство от тараканов. Воняет. Ну, и бывают, конечно, и удачные. Так, ребят, ну что, сворачиваемся или как? Кто подарил лосьон, мы любопытны. Ну, у меня сын сегодня с классом участвовал в мероприятии под названием Секрет Санта, и они жеребёвку заранее проводили. Кто кому должен презентовать сыну, выпала одноклассница. Мы вчера как раз ходили, покупали ей подарок, зашли в Миннесон, и там очень красивые такой новогодней коробочки был тоже такой вот примерно ну, не лосьон, а такой вот лёгкий девичий аромат и лосьон для тела в тюбике таком. И взяла красиво такую прямую Миннесо подарочную, подарочный красивый пакетик с ёлочкой и так далее. Думаю, девочке тоже понравится. Вот интересно, да, мы запах подарили ему, а ему одноклассник вручил. Так что пришёл сегодня с первым подарком в уходящем году. Уже, знаете, такой возраст у человека удобный, в плане того, что его не надо никуда водить, сам идёт, сам разбирается, что где, когда, сам возвращается. так что в этом плане тоже легко стало. Да, хороший подарок, я такая подумала, причём такая хорошая девочка, приличная такая, скромная, очень милая. Такие ходили, думаю, что ей подарить, что ей подарить. Думаю, ну, всё же уже девушка, 14 лет, человеку. Ну, косметику как-то я не очень, конечно, жалую на 14-летних девочках, но что-то приятное, там, аромат какой-то или крем, по-моему, в самый раз. Тебя тут поздравляю. Спасибо. Он тут сидит в компьютерную игру, играет, дорвался человеку, у него каникулы, имеет право. Вот. Ну что, ребят, давайте потихонечку будем сворачиваться, пойду вымою эту горку, посуды, которая у меня накопилась. Конечно, у меня сегодня был прорыв года, это открытие, этот венчик. Боже, какая счастливая! Теперь я буду вдвойне счастливой! Вдвойне больше теста буду взбивать. И надо, кстати, вот сейчас посижу, посмотрю, как я этот пирог делала, чтобы его повторить на Новый год. Вот. Всем на встрече, пока и хорошей предновогодней суеты! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...